Сороковая весна Растерзаны, расстреляны, распятые города Война это рухнувший мир, только мир исцеляет руины Белград 44-го Белград сегодня, помолодевший белый город с двухтысячелетней историей В дни войны по московскому радио часто исполняли эту песню Песню о Белграде Ночь над Белградом тихая, вышла на смену дня Вспомним, как ярко вспыхивал яростный гром огня Вспомним годину ужаса, черных машин полет Сердце сожми, прислушайся, песню ночь поет Пламя гнева горит в груди Пламя гнева в поход нас веди Час расплаты готов, смерть за смерть, кровь за кровь Бой, славяне, заря впереди Час расплаты готов, смерть за смерть, кровь за кровь Бой, славяне, заря впереди Сорок раз, почитали истории, подвергался Белград опустошительным нашествиям на своем веку И уже сорок лет, как самое страшное, осталось позади В уличных боях тяжелую артиллерию не применять Такой приказ был отдан советским командованием в октябре 44-го Когда войска маршала Толбухина освобождали столицу Югославии В белом городе с трудной судьбой живут воспоминания У току ночи покупили смо бомбе и јурну смо да се пробљемо Загрмело је, около нас је све горело Хватали смо се и загуше И пре зоре отворили смо пузли гази и ранјинцина Читало је ноћ носи је ранјиног друга И није изпушта носила из руку, пред док није умро Одјинцина Ја је наје ранјин тешко, у ногу Аптома су сви жалите Позвали смо фитно лекарам Вино ми одмах јасно гангрена Осетли смо ногу, али прекасно Није осићао болове Није ни знао да ће умрети Сорок лет уже после победы, а не уходит война Почему она не уходит? Почему не успокаиваются воспоминания? В степном Кустанайском крае, в совхозе Коктальский Трудится бывший фронтовик Серафим Бондаренко И, как говорится, дай ему Бог здоровья и сто лет жизни Один раз его уже хоронили в Югославии Это было в сорок п'ятом году П'ятого апреля Нашу полку дало задание переправить через реку Мурская Сабата И закрепиться, не дать доступ противнику до Мурской Сабаты города Не допустить Фашист в горы туда не пойдет, потому что в горах там партизаны действовали Он никак не мог, он только рвавшись в просторе долины Я вижу, товарищ схватив за автомат А тут ему пересекло за автоматом Два немца наверху До меня хотят руки вверх А товарищ лежал раненый, переломаный ногою Да, поймал за автомат и скосив их раз Он попадал на меня под ноги Немец бросил рукопашку Я его схватил И немец, значит, умер А я потерял сознание Вот И окрывавленные им на черке, значит, были документы Они посчитали, что погиб Памятники не молчат Памятники живы Эту удивительную историю раскопали юные следопыты Школьники из Баку Узнавшие, что имя Бондаренко высечено на Югославском обелиске Бондаренко Живой Посмотрим, ребята, как обстоит дело с поиском хозяина фляжки Мик, расскажите Продолжается розыск Хозяина солдатской фляжки Найденной следопытами школы номер 5 Поселка Стрелка в Краснодарском крае Мы получили фотографии На ней выцарапано Тамань, Дегтярь, Баку Б-шоссе, дом 101, квартира 22 Неизвестные солдаты Живые и мертвые Юные следопыты продолжают разыскивать имена и судьбы Ищут узы, соединяющие в неразделимую череду Прошлое, настоящее и будущее У бывшего разведчика Мирзабата Сеидова Тоже есть югославские воспоминания Когда война началась, мне было всего 17 лет Окончили медицинский терникум И меня в августе месяц забрали в действующую армию Попал в Северстопол, воевал до конца А потом я в рядах народно-освободительной войны Югославии В фашистских отрядах воевал против фашистской Германии Мы с Югославом вместе воевали против нашего общего врага Героически воевали юноши и девушки Югославии Наша дружба, которая скреплена кровью в борьбе против общего врага До сих пор продолжается Фашисты напали на Югославию 6 апреля 41-го года Как всегда, без предупреждения Жестокая бомбардировка Белграда И войска гитлеровской Германии, Италии, Дучи И их артистской Венгрии ступили на эту землю Как это, увы, не раз бывало в истории, правители оказались недостойны своего народа Слабые и слепые, не умеющие отличить друзей от врагов Правители буржуазно-монархической Югославии обрекли страну на растерзание И как обычно, расплачиваться за национальную катастрофу пришлось народу Самой высокой ценой Покидая родные дома, люди не знали, вернутся ли они И не найдут ли одни пепелища 800 тысяч домов будет сожжено и разрушено в Югославии Миллион 700 тысяч югославов сложат головы Каждый десяток жителей Большие жертвы понесут только поляки и советские люди Москва, лето 41-го Время, когда прошлое оборвалось, а будущее было неизвестно Бориски, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и форта К вам обращаемся, дружины Несмотря на генерическое сопротивление Красной Армии На нашей рубине зависла Несмотря на опасность Этим людям предстояло вынести на своих плечах всю тяжесть войны и победы Надеяться было не на кого Это на них надеялась порабощенная Европа Сегодня мы знаем, что 22 июня 41-го года Стало для фашизма началом конца Поразительно, но именно так восприняли этот день Герои европейского сопротивления От французских маки до югославских партизан Пробил решающий час Начался решающий бой Это строки из манифеста, с которым ЦК Компартии Югославии Обратился к народу 22 июня 41-го года Драгоценная кровь героического советского народа Проливается не только во имя защиты страны социализма Но и во имя окончательного освобождения Всего трудового человечества Поэтому это и наша борьба Смерть за смерть Кровь за кровь В бой славяне Заря впереди Пламя восстания занялось в Западной Сергии Поднялась Черногория Словения Хорватия Босния Герцеговина Македония К концу 41-го численность партизанских отрядов Достигла 80 тысяч человек С самого начала борьбу возглавил Иосип Простита Пройдут годы и годы, но отблеск партизанского огня Будет всегда лежать на этом имени Дерзость партизан росла Росла их организованность Пройдут You В Америку Дерзость партизанского огня Тыходи Год 1942-й уже увидел действия Народно-Освободительной армии Югославии. Окупанты по-своему оценили действия югославского сопротивления. Сто тысяч марок за голову Тита. Народная война на Балканах. Ее праздники и будни, ее быт и битвы. Она станет эпосом для потомков. А пока этот эпос писали простые люди, писали кровью. Вспоминая эти годы, с благодарностью и преклонением думаешь о том, каким самоотверженным народом показали себя югославы. Сколько же горя о них лебнули. И, конечно же, думаешь о том, как жестоко и неразборчива война. Главным оружием этих людей была любовь к родной земле и желание выстоять, выжить. Главным оружием Как близко все это нам и понятно. Горе женщин Слезы и боль детей Одна беда Одна война была у всех у нас Одна борьба была у всех у нас Бесконечно долгая Жертвенная В глубоком тылу германской армии Югославия стала фронтом. Действия патриотов сковывали в Югославии пятисоттысячные оккупационные силы. Это был вклад югославов в общую победу. Но как же далеко еще было до нее в суровую зиму 43-го? Каждый бой Великой Отечественной, большой или малый, был боем во имя свободы человечества. Стойкость Ленинграда прибавляла крепости духа антифашистам Европы. Подвиг Сталинграда доказал, что крах фашизма вопрос только времени. Это время наступило. Лето 44-го освобождена столица Белоруссии Минск. И немцы, наконец, прошли по улицам Москвы, но только не парадным, гусиным шагом. Как легко начинаются войны, и как трудно они кончаются. Не так шли они совсем недавно по улицам поверженных городов Европы. Москва глядела на бесконечную колонну пленных, и это был верный знак, что войне скоро конец. Что вновь будут свободны Варшава, Прага, Будапешт, Белград. Долгожданный исторический рубеж. Государственная граница СССР восстановлена. Теперь каждый шаг советского солдата уже нес свободу народам Европы. Вал освобождения неудержимо прокатился по Румынии. По Болгарии, стране братушек, помнящей еще русских чудо-богатырей времен Шивки и Плевы. Югославия, однако, все еще была во власти свастики. Немецко-фашистские войска затеяли новое, на этот раз уже последнее наступление, на силы народно-освободительной армии. Оказывая отчаянное сопротивление, патриотам приходится отступать. КОНЕЦ Родные горы помогут сберечь людей, но техника уже не пройдет. Нельзя, чтобы она досталась врагу. КОНЕЦ В эти решающие дни ТИТА летит в Москву. В сентябре 44-го года, скажем он позже, я выехал в Москву, чтобы попросить помощи в целях скорейшего изгнания оккупантов из нашей страны. Я попросил советское правительство, чтобы войска Красной Армии перешли границу в Восточной Сербии и оказали помощь нашим силам в освобождении Сербии и Белграда. Эта помощь была оказана. Семь дней и ночей продолжалась белградская операция. Для 30 тысяч советских воинов это будет последний бой. КОНЕЦ КОНЕЦ Белград штурмовали вместе части Советской Армии и Народно-Освободительная Армия Югославии. Семь дней спустя сопротивление немецкого гарнизона будет сломлено. Двухтысячелетней истории этого города пробил самый счастливый час. Впереди нелегкие времена. Время собирать камни, восстанавливать разрушенное и строить, строить, строить. Но худшее позади. Время рабства и смерти. Между ними короткая пора упоительного счастья. Глоток радости из чаши общей победы. Глоток радости из чаши общей победы. Глоток радости из чаши общей победы. Тот самозабвенный танец победы в, наконец-то, свободной Югославии. Четыре года они мечтали о нем. Для многих эта мечта не сбылась. Заря взошла, но многие не увидели этой зари. Шепчет камыш в излучинах, Тихо поет Дунай. В лицах людей замученных Братьев своих узнай. Небо Хорватии милое, Камни хорватских гор Грозно клянемся силою Дать врагу отпор. Пламя гнева горит в груди. Пламя гнева поход нас веди. Час расплаты готов, Смерть за смерть, Кровь за кровь, Бой, славяне, Заря впереди. Час расплаты готов, Смерть за смерть, Кровь за кровь, Бой, славяне, Заря впереди. КОНЕЦ Сорок лет уже после победы, а не уходит война. Почему она не уходит? Почему не успокаиваются воспоминания? КОНЕЦ КОНЕЦ